Друзья, намаскар. Ну что ж, сегодня у нас комплекс, практика. Мы будем делать серию йога-асан, последовательность, состоящую из нескольких сетов. И это позволит нам качественно поработать со своим телом, улучшить гибкость, силу, координацию. В общем, предстоит достаточно серьезная работа, но я думаю, что это будет не самая долгая моя последовательность. Я думаю, мы ее успеем выполнить в течение часа. То есть это будет достаточно короткий, но очень эффективный урок. Поэтому давайте начинать. Усаживаемся на коврик, чтобы настроиться на занятия. Заранее обеспечьте себе такую возможность. Все моменты, которые могут вас отвлечь, увлечь, вызвать раздражение, заставить прервать практику. Желательно оставить за пределами пространства, где вы будете находиться, предупредить своих близких, чтобы вас не беспокоили. Ну и, в общем-то, постараться самим контролировать свой ум, не думать о каких-то важных текущих делах во время занятия. Быть максимально, предельно сосредоточенными на себе, на своем теле. Оставаться в моменте, здесь и сейчас, каждое мгновение тренировки. Не важно, будь то статичное упражнение, динамичное. Лучше всего направлять внимание на свое дыхание и на ощущения в теле, которые возникают в процессе занятия. Сейчас прикрываем глаза, вытягиваемся за макушкой, удлиняем позвоночник и мысленно просматриваем свое тело, ощущение в нем, свое состояние, настроение, уровень энергии, то, что есть на данный момент. Мы даем себе буквально несколько секунд, чтобы осознать текущее самочувствие и запомнить его, зафиксировав эту информацию в уме. Сделать это важно, чтобы в конце вы могли сравнить состояние до и после, отследить динамику, отследить свой прогресс, влияние практики на вас, ну, по крайней мере, на телесные ощущения. И время от времени таким образом замечать свой прогресс, замечать воздействие йоги на самочувствие, на изменения в жизни. Поэтому мы даем себе некоторое время для настройки, отпустить все ненужные посторонние дела, сосредоточиться, сконцентрироваться на происходящем. И некоторое время мы дышим медленно и глубоко, применяя полное дыхание. Это медленные глубокие вдохи, которые мы делаем, стараясь задействовать весь объем легких. И полные максимальные выдохи, которые мы тоже стараемся сделать на пределе, выдохнуть все, что можем, и в конце еще немного выдохнуть. Полностью весь воздух из легких выдохнуть невозможно, нам не дадут это сделать наши ребра, наш организм. Но то, что мы способны выдохнуть и немного довыдохнуть после, мы это делаем в своем максимуме, настолько, насколько это получается в данный момент. И несколько дыханий попеременных. Закрываем левую ногтю, 3-4 цикла через правую. Стараемся оставить глубину и скорость дыхания прежними. То есть дышим глубоко и медленно. Но, возможно, сейчас обнаружится, что дыхание одной стороной не так уж и легко дается. И если вы чувствуете некоторую заложенность в правой ноздре, просто будьте чуть более настойчивыми, но не форсируйте дыхание. И с очередным выдохом меняем сторону, закрывая правую и продолжаем дышать левой. Также 3-4 цикла. И с очередным выдохом ладошки вместе на масте. Глаза оставляем закрытыми. Растираем, растираем ладони, надавливая друг на друга, усиливая вот это трение. И тем самым стимулируем активные точки на ладошках. Немного пробуждаем свою симпатическую нервную систему. И согретые руки прикладываем к векам. Если ничего не мешает, вы не носите контактных линз, нет каких-то ограничений, надавливаем ладонями на глаза. Это очень полезная практика. И стоит делать время от времени. Сейчас опускаем руки на колени. Во-первых, это воздействие на баррецепторы. Это такое краткосрочное влияние на артериальное давление. То есть, если вы чувствуете скачки давления, вы можете воспользоваться этим упражнением, надавить на глаза. И давление немного понизится. Кроме того, такое воздействие стимулирует включение парасимпатической нервной системы. Есть даже такая рекомендация. При панических атаках один из вариантов воздействия на свой организм, чтобы немножечко сбавить темпы паники, немного успокоиться, надавить на глаза. Иногда это очень даже помогает. Мы включаем парасимпатику, у нас нервная система успокаивается. И, в общем, мы приходим в себя. В контексте нашей тренировки это еще и влияние на мышцы глаз. Расслабление мышц глаз. Мы все пользуемся компьютерами, девайсами. У нас глаза чаще всего в напряжении, в таком фоновом. Иногда с ними тоже нужно в отдельном контексте работать. И мы едем дальше. Работаем с шеей теперь. Подбородок на грудную клетку, прокатываем голову по часовой стрелке. Не спеша, в комфортной амплитуде. Если все в порядке, мы можем немного наращивать скорость и глубину вращения. Еще несколько движений. И меняем направление вращения в другую сторону. Три-четыре движения на каждую сторону. Раскрепощаем шейный отдел позвоночника. Растягиваем мышцы шеи, особенно в наклоне. Чувствуем, как у нас шея начинает наконец двигаться. Хорошо. Теперь переходим к плечам. Плавные, но амплитудные движения плечами назад. Расшевеливаем свои плечевые суставы, лопатки. И также работаем с пускулатурой. Здесь, вот в этом движении, у нас растягиваются мышцы грудной клетки. Теперь меняем направление. Вращаем плечами вперед. Прорабатываем мышцы спины, верхний отдел, зона между лопатками. Ну и также воздействуем на суставы. Отлично. Хорошо. Через стороны поднимаем руки вверх. Переплетаем пальцы в замок. Тянемся вверх. Делаем глубокий вдох. И на выдохе наклон вперед. Несколько дыханий. В положении наклона. Расхлопки шеи. Если глубина наклона позволяет, лоб на пол опускаем. Но таз, ягодица остается тоже на полу. И за следующим вдохом, круглой спиной, позвонок за позвонком. Возвращаемся в нейтральное положение. Руки на колени. Вращение по позвоночнику. Дышим также спокойно. Чувствуем, как вес переходит с одной ягодицы на другую. Стараемся прочувствовать движение в поясничном отделе, в грудном. Можно также добавлять движение плечами. В общем, делаем движение настолько, насколько можем. Стараемся себя пошевелить, расшевелить, разбудить. И в другую сторону. Отлично. Хорошо. И левую руку кладем на пол. Правую руку выводим в диагональ. И разворачиваемся грудью вверх к потолку, добавляя сгибания в правом плече. То есть стараемся убавить правую руку больше за голову. И тут мы делаем вдох. А на выдохе разворачиваемся грудью к полу и тянемся правой рукой четко влево. И снова вдох. И выдох. Добавляем шипящий звук к своему дыханию. Дыхание по типу джаи. И я много раз, почти на каждой тренировке, говорю о том, что такой тип дыхания, он максимально предпочтительный. Когда мы делаем асаны, мы усиливаем эффект от юридических упражнений многократно. Если еще добавляем вот эту пранаянную технику, дышим с шипящим звуком. И еще хороший вдох. И выдох. Садимся прямо, меняем сторону. Боковой наклон вправо. Тянем левый бок. И разворачиваясь грудью к потолку, уводим левую руку за голову. Вдох. И на выдохе скручиваемся грудную клетку к полу, левой рукой справа. И продолжаем в динамике, синхронизируясь с дыханием. Настраиваем свою синхронизацию способность двигаться, соответственно, вдохом или выдохом. Очень много у нас упражнений основано именно на такой синхронизации. И если все хорошо получается, то с каждым вдохом стараемся уводить руку дальше за голову и с выдохом сильнее тянуться. То есть хотя бы по миллиметру добавлять глубины в каждое движение. И еще хороший вдох. И выдох. И следующее упражнение суфистик рук. Мы кладем руки на колени, но выкидем не прижимая. Мы позволяем своим кистям спокойно разворачиваться по бедрам согласно движению. И прежде всего делаем диагональный наклон. Сейчас пошагово разберем это упражнение, а потом соединим все точки и сделаем плавное движение. Итак, мы разворачиваем левую руку пальцами к корпусу, выворачивая локоть вперед. И выполняем диагональный наклон, тянемся правым плечом к левому колену. А локтем, соответственно, к полу. Вторая часть, это грудную клетку мы тянем к полу, таз остается на полу. Наклон обусловлен способностью сгибаться в тазобедренных локти, направляем вверх. Третье движение, противоположное левым плечом к правому колену, локоть к полу. Если нет касания, ничего страшного, главное создать вот это намерение на движение. И четвертое движение мы просто выпрямляем позвоночник, бакушкой тянемся вверх и разгибаем локти. А теперь соединяем все эти четыре точки в одном. Наклон влево, вперед, справа и вверх. И еще второй круг. Теперь пробуем соединить в плавное движение. И еще пару раз на эту сторону. Отлично. Заканчиваем и пошагово делаем все в обратном направлении. Начинаем с левого плеча, который мы опускаем к правому колену. Грудную клетку к полу, локти вверх. Наклон влево, правое плечо к левому колену и вверх. И соединяем еще один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Отлично. Через стороны поднимаем руки вверх. И быстро, 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 быстро сжимаем пальцы рук в кулак. Я буду считать медленно, но мы стараемся двигаться максимально быстро. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Полноценное движение пальцами, то есть пальцы сжимаем, разжимаем. И еще двадцатка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. И один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят. Отлично. Сбрасываем напряжение с рук и вытягиваем ноги. Немного сбрасываем напряжение с ног. Пошевелите пальцами ног, немного раскрепостив их. Сделаем также отдельное упражнение для стопы. Ставим стопы перед собой, фиксируем колени руками, чтобы колени не болтались. Лучше всего в этот момент смотреть на свои стопы, так, наверное, легче будет. И пробуем сделать следующее упражнение, поднимать поочередно большие пальцы. И четыре остальных большие, и четыре остальных. Если у вас это упражнение хорошо получается, мы его будем усложнять. Если пока не очень, задержитесь на этом движении и научитесь делать вот его. Потому что, по сути, движение есть точно. Просто, возможно, нет контроля за этим движением. Нет нужной нейронной связи в головном мозге, которая отвечает за это движение, но за ненадобность. Вам просто не было никогда необходимости в жизни вот так вот шевелить пальцами ног, если не получается пока. Вы очень быстро научитесь. И следующий шаг – это поднимать все десять пальцев, прижимая плюсну вот эту часть стопы к полу. Растопыривать их веером и пытаться опускать мизинцы и большие, оставляя по три пальца в воздухе. Опускать за счет этого движения, этого усилия будут сокращаться мышцы стопы, вот этот вот внутренний свод, внутренняя арка стопы. И считаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабляем стопы. И повторяем еще два раза. Поднимаем, прижимаем мизинцы большие, сокращаем арку стопы, внутренний свод мышцы стопы. И считаем. Один, напрягая эти мышцы стопы. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабляем. И третий раз. Подняли. Прижимаем мизинцы большие, три средних. Оставляем пальцем на полу, напрягаем свод стопы. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабляем. Отлично. Снова вытягиваем ноги, сбрасываем напряжение. И теперь работаем с голеностопом. Но чтобы это не было слишком скучно, мы поднимем ногу буквально на 20 сантиметров от пола. И движение голеностопом на себя от себя. Держим позвоночник вытянутым прямым. Лучше не облокачиваться руками о пол. Лучше все-таки руки, например, сложить на груди. Вот так вот за локтевой захват. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно немножко себе усложить, жить, выпвести руки за спину. Еще один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Опускаем правую ногу, поднимаем левую. И 30 раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Отлично. Сбрасываем напряжение с ног. Руки за линию таза, на ладошки, стопы, также в пределах коврика, ноги широко. И движение в тазобедренных суставах симметричное. Опускаем колени то в правую, то в левую сторону. Здесь у нас одна нога идет на отведение в тазобедренном суставе, другая на приведение. Стремимся касаться обоими коленями пола, но возможно пока что это будет даваться с трудом или вообще не получаться. Поэтому выбираем амплитуду свою комфортную и постепенно будем усложнять. По готовности поднимаем руки вверх над головой, продолжаем движение ногами. Отлично. Несколько движений здесь еще. Если все хорошо получается, добавляем подъем таза. Вот колени сейчас у меня вправо. Я кладу руки на пол и поднимаю таз, встаю на колени. И опускаюсь, и разворачиваюсь, и встаю на колени. Сейчас развернусь в широкий край коврика, чтобы было более наглядно. Подъем таза, встала на колени, села, развернулась, подъем таза, села. И продолжаем в своей динамике. Если моя скорость, мой темп слишком велик для вас, вы делаете помедленнее. Отлично. И тоже, если все хорошо получается, мы пробуем делать подъем таза, вставать на колени без помощи рук. Подниматься. Если пока невозможно это сделать, остаемся в предыдущем формате. Делаем упражнение в той степени глубины, в которой мы готовы сегодня его выполнять. То есть, начиная вот буквально вот с этой точки, с первого шага. И продолжаем еще. Еще. Отлично. И еще по разу на каждую сторону. И остаемся в исходном положении. Руки снова опускаем на пол за линию таза. Толкаем стопами, ладошками пол, поднимаем таз поза стола. Фиксация в положении. Если все хорошо получается, правая нога вверх. Если этот вариант вам дался с легкостью, тогда левая рука вверх и пробуем сделать захват. Таз выше держим. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем левую ладонь и правую стопу на пол. И меняем положение. Поднимаем левую ногу и правую руку. Если пока не готовы поднимать руки-ноги, остаемся еще в позе стола. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем все на пол. Усаживаемся, вытягиваем ноги перед собой. Руки поднимаем вверх, так чтобы плечевые кости были параллельно ушам. И вдох. Тянемся макушкой и ладонями к потолку. И на выдохе делаем сгибание тазобеды. Сохраняя руки параллельно ушам, не опуская руки. Вытягиваем позвоночник и даем себе сутулиться. Наклон комфортной глубины. Контроль в плечах. Фиксация в позе. Спокойное дыхание. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Не ровняем руки, шея длинная, семь, восемь, девять, десять. И на вдохе садимся прямо, скрещиваем голени и с выдохом переходим в кошку. И буквально восемь дыханий, прогибы и сгибания позвоночника. Вдох, выдох, два, выдох, три, выдох, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И следующее упражнение у нас будет уже более силовое, индийские отжимания, которые очень сильно похожи, да в принципе они те и есть. Виньяса, связка, собака, планка на вдохе, четуранга на выдохе, собака мордой вверх на вдохе и собака мордой вниз на выдохе. То есть это одно движение составляет один счет. И мы выполним с вами восемь таких виньяс, для того, чтобы качественно согреться и уже подготовить нормально тело свое к следующим упражнениям, к основному блоку асан. Итак, первое виньяс. Переходим в планку. Здесь мы делаем вдох. На выдохе плечи вперед, локти к бокам четуранга. Собака мордой вверх, вдох. И через четурангу идем в собаку мордой вниз, выдох. Это один раз. Нам нужно повторить еще семь движений таких. Поехали. Вдох, выдох. Собака вверх, вдох. И через четурангу собака вниз, выдох. И еще вдох, выдох. Собака вверх, вдох. Собака вниз, выдох. И еще пять раз. Планка, четуранга. Собака вверх, вдох. Вдох, собака вниз, выдох. Еще четыре. Планка, четуранга. Собака вверх, вдох. Собака вниз, выдох. И еще три. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще два раза. Давайте в ритме своего дыхания. И остаемся в собаке мордой вниз. Толкаем ладонями пол, отстраиваем адхамукхашванасану, вытягиваем позвоночник. Пятки могут не касаться пола, колени могут быть подсогнуты, но специально на носочки вставать не надо. То есть наша задача все-таки растянуть заднюю сторону тела, ноги в том числе. Можно чуть сильнее провалиться в плечах, усилить сгибание в плечевых суставах, особенно если это некоторую проблему вызывает. Но если все хорошо, грудной отдел подвижен. Просто вытянутая спина, вытянутый позвоночник, плечи от ушей, шею не зажимаем. И переходим в первый сет. Правая нога вверх, и капада адхамукхашванасану, таз закрыт. Остаемся здесь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в планку, достаем правым коленом до лба. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем колено на пол. Левая нога назад, левая бедро к полу. Если есть возможность, поднимаем вверх руки. Голубь. Один. Грудную клетку направляем вперед и вверх. Два. Три. Четыре. Пять. Ладони на пол. Снова выжимаем себя в планку. Достаем коленом до лба в до. И на выдохе шаг правой ногой между ладошками. Вес распределяем на две ноги равномерно. В правом колене угол 90 градусов. Положение подвздожных костей и плечевых суставов симметрично вперед. Руки соединяем над головой. Переплетаем пальцы, разворачиваем ладошки вверх. И делаем сгибание в плечах. Взгляд вперед и вверх. Один. Два. Три. Четыре. Держим удеяну. Держим пресс в тонусе, чтобы не нагружать поясницу. Пять. Следующее движение – силовая вариация воина. Руки пистолетиком, да, складываем кисти. Вот такой пистолетик. Плечевые параллельно ушам. Нарисаем корпусом над правым бедром. Подкручиваем таз на себя, сглаживаем поясницу. Взгляд на большой палец правой ноги. Остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь отпускаем пальцы ладонь на ладонь. И переходим к Вирабхадрасану третью. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Руки за спину, разгибаем плечи. Сгибаем левую ногу в колени, хваст двух сторон за левую щиколотку или стопу. Бедро выше, разгибание в левом тазобедренном. Стягиваем лопатки к позвоночнику. Остаемся в этом варианте. Что-то такое между Натараджасаной и третьим воином. Один. Два. Левая стопа от себя. Три. Четыре. Пять. И опускаем ладошки на пол. Наклон к правой ноге. Вертикальный шпагат. Стараемся сложиться пополам. Прижаться животом к правому бедру. Лбом потянуться к правой голени. Левая нога максимально вверх. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И сейчас добавляем силовое упражнение. Руки сдвигаем вперед по отношению к правой стопе. Левая нога у нас будет маховать. Правая толчковая. Мы будем выходить в стойку на руках. Но задача не остаться в стойке. Догнать толчковой стопой замаховую. То есть правой стопой левую. И хлопнуть стопой по стопе. Делаем это пять-восемь попыток. Если страшно, можно работать возле стены. Но на тот случай, если вдруг вы потеряете контроль, начнете падать. Стена затормозит это падение. Итак, в стойке мы стремимся выводить плечи над ладонями. Сначала наберенно сдвигаем руки вперед. По отношению к плечам. Но когда выходим в стойку, плечи должны выходить над ладошками. И в правой толчковой пружине. Пробуем догонять левую. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Отшагиваем в планку. Выдох. Четуранга. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. И продолжаем эту же связку на левую ногу. Поднимаем левую ногу. Экопада. Таз закрыт. Остаемся один. Два. Три. Четыре. Пять. Сгибаем левую ногу в колене и плечи над ладонями. Планка. Коленом достаем до лба. Левым коленом до лба. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Опускаем левое колено на пол. Правую ногу вытягиваем. Капотаса на голубь. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ладошки на пол. Выжимаем себя снова в планку. И левая стопа на пол. Правая на носочке. Берем вес на обе ноги равномерно. Переплетаем пальцы рук. Замок. Разворачиваем ладошки от себя. И сгибаем плечи, удерживая у дьяна банку. Стараемся слишком в пояснице не уходить в прогиб. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь пальцы пистолетиком. Силовая вариация ворона. Подкручиваем таз на осень. Не ложимся животом на бедро. Только лишь нависаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Размыкаем замки и ладони. Друг на друга. Вирабхадраса на третье. Один. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Угодим руки за спину. Сгибаем плечи. Сгибаем в колене правую ногу. И начинаем разгибать. Разгибать правые тазобедренные. В плечах у нас сейчас тоже разгибание. Я оговорилась. Окей. Бедро выше. Бедро выше. Лопатки стягиваем к позвоночнику. Стоим. Правая стопа на себя. Два. Три. Четыре. Пять. 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 Отпускаем правую ногу. Наклон к левой. Правая нога как можно выше. Стремимся прижаться с животом к левому бедру. Лгом потянуться к голени. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. И восемь попыток догнать сейчас левой стопой правую. Хлопнуть стопами в выходе, в стойке на руках. Итак, плечи снова вперед. Вернее, ладошки сдвигаем вперед. И в процессе выводим плечи над ладонями. Это важный момент, если вы отсюда начнете. Где-то будет достаточно сложнее сделать, чем вот именно таким накатом. Движением плечами вперед. В общем, вы можете попробовать, как вам нравятся все варианты. И, возможно, ваш вариант будет более эффективным. Если что, пишите. Будем обсуждать в комментариях эти моменты. Ну, на мой взгляд, вот это более функциональное положение исходное. И погнали. Один. Достаем левую стопой правую. Два. Стараемся коленки не сгибать. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Отшагиваем. В планку. Вдох. Четуранга. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Несколько дыханий в собаке мордой вниз. Переносим внимание вперед. И на вдохе подпрыгиваем. Стопы вместе. Кругам. Утка-тасана. Сгибаем колени. Руки над головой. Внимание на большие пальцы рук. Тасу будем назад. Садимся на невидимый стул. Удьяна-банха. Вглаживаем поясницу. Направляя копчик вниз. Фиксация в позе. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдохом. Разгибаем колени. Опускаем руки. Вновь выводим их за спину. И выполняем разгибание в плечах. Стягивая лопатки к позвоночнику. И таким образом мы замком из рук тянемся к полу. Грудную клетку направляем вперед и вверх. Стопы вместе. Несколько дыханий в этом положении. Больше внимания направляем на свои плечи, на свои лопатки и грудную клетку. Дышим. Стараясь дышать, задействуя ребра и грудную клетку. Такое дыхание, грудной отдел. Оно очень хорошо пробуждает симпатику. Воздействие идет на симпатические ганглии. Это такие нервные узлы у нас в позвоночнике, в грудном отделе. Они вообще на самом деле по всему позвоночнику. Но в грудном отделе, поскольку он более подвижен, до них легче всего добраться и повоздействовать. Немного пробуждая себя. И еще один хороший вдох. И на выдохе сгибаем ноги в коленях. Ложимся животом на бедра. Расслабляем шею. И разгибание в плечах усиливаем. И сейчас вес рук, он дает нам фору, сделает положение глубже. Стараемся не менять положение локтей, не сгибать их и не напрягать шею. Лопатки ближе. Дышим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отлично. И на вдохе встаем. И выдох наверху. И теперь у нас вариант развития для рук. Или намасты пальцами вниз. Ну, это достаточно простой вариант. Он доступен всем. Если вдруг плечи не дают сделать что-то поглубже. Если вы готовы, полный вариант. Намасты пальцами вверх. Располагаем ладошки повыше между лопатками. Оставаясь в начале коврика, делаем шаг левой ногой назад. Таз закрыт. На вдохе макушкой потянитесь вверх. На выдохе наклон к правой ноге. Паршоттанаса на штанговский вариант. Фиксация в этом положении. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Со вдохом поднимаемся, разворачиваемся влево в широкий край коврика. Левая рука осталась на месте. Правую руку мы освобождаем. Поднимаем вверх. Сгибаем локти и соединяем руки за спиной. Можно использовать оборудование. Взять ремень, платок, ремешок, все что угодно. Можно делать вид, что у вас соединяются руки. То есть, в любом случае, правую руку за спину. Кончики пальцев между лопатками. Левая. Ну, как получилось. Нижняя рука обычно туже. И в этом положении. Просвалито податанасана. На вдохе тянемся макушкой и правым локтем вверх. До выдохи наклон. С попытки достать правым локтем до пола. Растягиваем заднюю поверхность тела. Можно немного сократить расстояние между ног. Если наклон хороший, вы с легкостью достали локтем. Коснулись пола. Держимся. Взгляд кончик носа. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Поднимаемся. Выдох. Снова разворачиваемся на правую ногу. Сгибаем ее в колени, чтобы принести вес на правую стопу. Левое бедро на правое. Если получилось, с левой стопой цепляемся за правую щиколотку. Освобождаем руки. И заплетаем их подобным образом. Только сейчас у нас левая нога сверху. И правая рука сверху. Города рук. Локти выше. И города ног. Таз ниже. Держимся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отпускаем. Руки расплетаем. Можно освободить стопу. То есть убрать ее с лодыжки. Разворачиваемся. Влево. Так, чтобы ваше правое плечо упиралось в левое бедро. И пробуем выйти в стойку на руках. Города или поребита каундиньясена. Опора. То есть мы скрутились влево и усилили скрутку своим весом. Либо, если нет возможности выйти в стойку, правая рука на пол. Правое плечо упираться в левое бедро. Левая рука вверх. И остаемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Распутываемся. Поднимаемся. Широкий шаг. Стопы 45 градусов. Сгибаем ноги в коленях. Ладонями убираем все бедра. И в данном случае наши руки будут выполнять функцию позвоночника. То есть опорным функциям мы расслабляемся телом. Повисаем на руках. Обратите внимание, у меня шея прямо утонула в плечах. Я полностью расслабилась, но локти прямые. Я вот повисла на своих руках. Это очень хорошо раскрепощает позвоночник. Расслабляет его. Здесь несколько дыханий. И поднимаемся. Подшагиваем сначала у коврика. Все то же самое, только теперь на левую сторону. Намасте за спиной. Левая нога остается впереди. Делаем шаг правой. Вдох. Потянулись. Выдох. Наклон к левой ноге. Парш ватанасан. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Поднимаемся. Поднимаемся. Разворачиваемся теперь справа в сторону задней ноги. Освобождаем левую руку. Поднимаем ее вверх. И делаем захват за спиной. По готовности и по необходимости используем оборудование. Выдох. Макушкой и левым локтем тянемся вверх. Выдох. С прямой спиной. Продолжаем вытягивать позвоночник. Сгибаемся пополам в тазобедренных и тянемся левым локтем к полу. Фиксируем положение. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Вдох. Встаем. Выдох. Поворачиваемся на левую ногу. Освобождаем руки. Сгибаем левое колено. Приносим вес на левую стопу. Правое бедро на левое. Если можем, стопой за щиколотку. Левый локоть в правое. Локти выше, таз ниже. Горуда сана один. Два. Три. Четыре. Пять. И отсюда переходим в скрутку, сохраняя приведение в тазобедренных. Простой вариант, да, с опорой на левую стопу. Скрутка вправо. Левым плечом зацепились за бедро. Тянемся левой рукой к полу, да, можно освободить стопу. Правую руку поднимаем к потолку. Тоже такое, знаете, достаточно сложное положение. Очень сложно удержать равновесие. Другой вариант попроще или, наоборот, посложнее. С опорой на руки. Но это тоже скрутка. Ладони на пол. Пальцы все направлены вперед. Правое бедро на левое. Плечи вперед. Выходим в стойку. И держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И возвращаемся. Левая стопа на пол. Поднимаемся. Вдох. Широкий шаг. Широкий край коврика. Снова стопу 45 градусов. Рудрасана. И в этом положении мы с вами сделаем скрутки в ступе. Встатики на каждую сторону. Ладошки убираются в внутреннюю часть бедер. Наклон до параллели. Сгибаясь в тазобедренных. Разворачиваем левое плечо вниз. Левый локоть вниз. Правое оставляем в исходном положении. И смотрим вверх из-под правого плеча. Ладони давят на бедра. И мы за счет этого усилия вытягиваем позвоночник. Остаемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Центр. Вдох. Скрутка. Правое плечо вниз. Левое вверх. Делаем поверх левого плеча. Один. Два. Три. Четыре. Пять. В центр. Вдох. Выдох. Подшагиваем. Вперед. Вдох. Выдох. Через веньяса. Возвращаемся в собаку мордой вниз. Адхамокхашханасана. Итак. Вдох. Подтянитесь руками вверх. Выдянувшись. Потолку. Выдох. Наклону. Танасана. Вдох. Взгляд вперед. Выдох. Шагом или прыжком. Четуранг. Вдох. Собака мордой вверх. И выдох. Собака мордой вниз. Пару дыханий здесь. Немного раскрепощаемся. Немножечко. Перевариваем ментально все, что с нами произошло. Отслеживаем состояние. Уровень своей энергии. Готовность продолжать. И едем дальше. Сгибаем ноги в коленях. Встаем на колени. Стопы пока оставляем на носочках. Круг плечами назад. Снимаем руки на поясницу. И снова несколько дыханий грудным отделом. Таз руками дополнительно толкаем вперед. И в том числе задействуем квадрицепсы. Стараемся разгибать тазобедренные. Переносим ладони на пятки. Сохраняя таз над коленями. Если здесь все хорошо. Также ретракция лопаток. Лопатки вместе. Если здесь все хорошо. Можем углубить положение. Уштрасана. Сделать его в полном варианте. Вытянув стопы. И переложив их на взъемы. В этом случае мы ладони кладем на подошвы стоп. Продолжаем. Ногами толкать таз вперед. И можно прослабить шею. Сделать прогиб шеи. Остаемся. Вдох. Вдох. Возвращаемся в положение сидя. Наклон головы вперед. Компенсация до шейного отдела. Ладони на пол. Адхамукхашванасана. Спокойный вдох и выдох. И следующую часть нашей тренировки мы сделаем по своим силам. То есть я сейчас дам вам два варианта развития событий. Вы выберите свой. Можете попробовать сначала условно простой вариант. А потом, если все получится с первым, попробовать условно сложный второй вариант. Итак, первый вариант. Из собаки мордой вниз мы переносим ноги, стопы за ладони. И через такую промежуточную маласану переходим в бакасану. В которой, в общем-то, и будем фиксироваться. Второй вариант развития событий это прыжки в бакасану. Причем можно их сделать однократно. Прыгнуть один раз в бакасану и в ней остаться. А можно поработать с этим элементом. Особенно, если он у вас пока что не очень хорошо получается. Буквально несколько попыток. Так же, как мы делаем стойки на руках. То есть когда у нас еще пока нет стойки, но мы уже активно в этом направлении действуем. Каждый раз, каждая попытка выйти в стойку дает нам накопительные эффекты. Больше уверенности в статичном удержании. То же самое и здесь. На самом деле, как по мне, выход не самый легкий, не самый простой. Поэтому лучше всего попробовать сделать динамику напрыгивания в бакасану. В общем, давайте непосредственно к практике. Итак, когда мы прыгаем вперед, мы всегда смотрим вперед, направляя внимание, куда-куда летим. Вес переносим на руки в прыжке. И пробуем закинуть коленки себе на плечи. Это может быть вот какой-то такой вариант, да? Не полный, но уже больше похоже на кружок, чем на переход в маласану. Либо полный. Ну, давайте сделаем так же, как в стойке, 8 раз. Итак, 1. 2. И старайтесь в боках, если вы в ней оказались, чуть-чуть пофиксироваться. 3. Даже сложнее, чем в стойку прыгать, как по мне. 4. Мне еще 4 раза. 5. 6. 7. И с 8, если получится, фиксация в позе. 8. И остаемся 1, 2, 3, 4, 5. Стопы на пол. Усаживаемся в бадха-канасану. Вдох. Макушка вверх. Выдох. Отдыхаем. В наклоне. Разлабляем шею. Даем голове повиснуть. В свою очередь, это очень хорошо для трапециевидной мышцы. Только что в прыжках, в стойках у нас она активно включалась, сокращалась. И сейчас наклон головы, даже под собственным весом, вот эти 5 килограмм ума, позволит нам немножечко растянуть мышцы шеи, трапецию, ременные мышцы, понимающие лопатки. И вот немножечко скомпенсировать это перенапряжение. Ну, достаточно. Вдох. Садимся прямо. Собираем колени. Навасана. Руки параллельно друг к другу, параллельно полу. Уголочек. Фиксация. 1. Балансная седалищина. Спинку не сгибаем. Позвоночник вытяну. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, поясница прижата, 6, 7, 8, 9, 10. Вдох. Выжимаем себя вверх. Выдох. Фланг. И через щитуран выложим себя на живот. Прижимаем тазовые кости к полу. Руки перед грудью. Приподнимаем грудную клетку. Вытягиваем позвоночник. Шалабхасана. Силовой прогиб. Руки вдоль тела. Выполним 3 вариации асаны. По 5 счетов. Итак, первая вариация. Поднимаем ноги. Грудь. Руки. Внимание вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Руки в стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Руки вперед и вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Лоб на ладошке. Расслабляемся. Спокойный вдох. И спокойный выдох. Майвасана. Переходим в положение на колени. Отстраиваем руки. Я хочу предложить вам сегодня сделать эту позу в следующей вариации. То есть в классических, традиционных текстах данная асана описана как поза павлина. Когда мы разворачиваем ладони пальцами друг к другу, соединяем предплечье и упираемся локтями в живот в области пупка. Стимулируя тем самым агни, да, свою манипура чакру. И тем самым оказывая на свой организм такой детокс-эффект, очищение, влияние на огонь пищеварения и так далее. То есть именно поэтому данную асану назвали позой павлинов. Потому что это птица, она отличается прекрасным пищеварением, способностью переваривать все что угодно. Даже какие-то токсичные вещества и якобы считается, что практика данной асаны, она позволяет очистить организм от шлаков и токсинов, улучшить пищеварение. Ну и в общем ведет к бессмертию при регулярной практике. Ну вот в хатха-йога-пратипике по крайней мере об этом сказано. Но не всегда данный вариант возможно выполнить. Во-первых, это очень сложный баланс и вы можете чрезмерно перенапрячивать щитопястные, да, вплоть до травмы. Во-вторых, не каждые руки могут вот так вот упираться. Особенно у женщин, у которых есть бюст и он им может мешать. И давление плечевыми костями на грудь вызывает, мягко скажем, дискомфорт. Ну, по крайней мере, в моем случае это так. И третий вариант воздействия на живот тоже не всегда хорошо. Иногда бывают особые дни, иногда у нас есть просто дискомфорт, да, когда мы давим на живот, на абдоминальную зону. И именно поэтому мы отказываемся от выполнения такой асаны. Хотя зря, это баланс, это интересная равновесие, это в общем-то тоже интересный опыт. Вот, поэтому я, например, в личной практике нашла другой вариант выполнения этой асаны. Хочу его порекомендовать вам. Вот такая долгая подводочка, как я люблю. В общем, смысл в том, что у нас есть подвздошные косточки. И мы их у себя легко можем найти. У кого-то они прям даже выпирают, и вы их можете увидеть невооруженным глазом. Но если даже вы их не видите, вы их можете всегда нащупать. Они есть всегда, это верхний подвздошный костик. Мы их находим, и ямочка над этой косточкой, над подвздошной костью, будет местом, куда мы будем упираться локтями с двух сторон. При этом пальцы рук мы будем направлять не назад коленем, не таким образом, а в стороны. На мой взгляд, это более щадящее и лояльное положение для запястья, для кистей, пока руки не привыкли вообще делать этот упор. И это ни в коем случае не мешает нам все направлять локти назад. То есть это так же, как в багажнике. Когда мы направляем пальцы вперед, мы можем разводить локти в стороны. Здесь все наоборот. Пальцы в стороны, локти мы можем все направлять назад. Вот в этом главный смысл, что упор не в живот, а все-таки в тазовые кости. И немного иное положение рук, кистей и более мягкая нагрузка, соответственно, на лучезапястные суставы. Итак, отстраиваемся. Руки должны быть достаточно узко, уже чем плечевые суставы точно, потому что мы упираться ими будем в тазовые кости. По крайней мере, они не должны у нас раздержаться шире корпуса, шире таза. Именно упор. Мы практически будем ложиться на свои локти. Мы подаем плечи вперед и начинаем сон направлять локти назад. Сгибать их и сон направлять, прижимаясь тазом к локтям. Дальше мы тянем плечи, пока плечи не выйдут в вертикальное положение. И пробуем поднимать ноги. Отлично. Я не могу сказать, что эта поза очень легкая, но, возможно, это потому, что я ее редко делаю. Любая поза будет легче, если ее делать регулярно. Давайте будем периодически к ней возвращаться. Пробовать сейчас. Еще одна попытка. Между попытками можно сбрасывать напряжение с рук. Пробовать. В полном варианте ноги мы вытягиваем и соединяем стопы. В промежуточном ноги можно чуть-чуть раздвинуть и даже согнуть в коленях. Это будет проще, поскольку мы укоротим рычаг ног. Итак, вторая попытка. Уже учитывая всю теоретическую базу, все, что я долго и подробно сейчас вам рассказала. Вот этот вариант попроще, да? Вот этот вариант с прямыми вытянутыми ногами посложнее. Хорошо. И несколько дыханий в позе ребенка. Поднимитесь руками вперед. Расслабьтесь. Отведите свое состояние и самочувствие. Ну что ж, и мы будем продолжать. У нас не так много осталось. У нас остался еще буквально один сет. Поперечная плоскость. И пинча мэврасана. Поза пера павлина. Адхамукха шванасана. Отстраиваемся. Правая нога вверх. Раскрываем таз. Коматка раз на поверх левого плеча. Смотрим на правую стопу. Вытягиваем правый бок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Закрываем таз. Широкий шаг правой ногой. Левую стопу разворачиваем. Поворачиваемся в широкий край коврика. Вербхадрасана. Вторая. Правым коленом вращаем наружу. Внимание поверх правой ладони. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Ноги оставляем в этом же положении. Левую руку уводим за спину на правое бедро. Правая рука в диагонали. Внимание из-под правого плеча на потолок. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Выдох. Правая ладошка на пол. Изнутри от стопы. Левая рука теперь в диагонали. Взгляд из-под левого плеча. Вот хита пашу канасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. На вдохе. Разгибаем правую ногу, сохраняя правую ладонь прижатой. И левую руку снова уводим за спину в попытке сделать захват за правое бедро. Это нам обеспечит хорошее положение скрутки в грудном отделе. Левое плечо над правым. Три канасана, вариация на тему треугольника. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. И сейчас мы закрываем таз, разворачиваемся грудью к полу и ладони располагаем по обе стороны от правой стопы. Левую ногу разворачиваем на носок, опускаем на колено и вытягиваемся от правой ноги. Артхануманасана. Правое колено прямое, стопа на себя. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Приподнимаемся ладони под плечи. Пробуем поднять правую пятку от пола. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И сгибаем на столиний, не касаясь такой пола, вводим ногу назад. Отлично. Правая нога назад. Левая рука вперед, растягиваемся по диагонали. А затем делаем захват левой рукой за правую стопу и бедро выше. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отпускаем правую ногу, левая рука на ладошку. На предплечье. Левую ногу ставим на носочек. Поднимаем левое колено. Поза дельфина. И можно остаться здесь, а можно по готовности выйти в баланс на предплечье. Поднять от пола левую ногу. Пинчем мою раз. Но также можно выполнять выход в стойке у стены. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Опускаем ноги. Колени на пол. Поза ребенка. Спокойный вдох. Выдох. И возвращаемся в собаку морда вниз. То же самое на левую ногу. Поднимаем левую ногу. Открываем таз. Разворачиваем бедро влево. Поверх правого плеча. Видим стопу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Закрываем таз. Широкий шаг левой ногой. Разворачиваемся вправо. Прижимаем правую стопу. Вирабхадрасана вторая. На левую ногу. Не забываем вращать колено наружу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая рука за спину. На бедро. Левая в диагональ. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левая ладонь вся на пол. Правая рука в диагонали. Левое плечо изначально надавливает на колено. Добавляем к левому забедренному пассивное отведение. Два. Три. Четыре. Пять. И сейчас разгибаем левое колено. Насколько получается. Левая ладонь остается на полу. И снова вводим правую руку за спину. Стараясь сделать захват правой рукой за левое бедро. Вариации треугольника. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Разворачиваемся. Грудь к полу. Правая нога на носок. На колено. Наклон к левой ноге. Один. Два. Три. Четыре. Пять. От ладошки под плечи. Толкаем ему пол. Поднимаем левую пятку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И не касаясь левой стопой пола, вводим левую ногу назад. И правую руку вперед. Растягиваемся. А затем соединяем за спиной в захват и прогиб. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отпускаем левую ногу. Теперь она у нас будет замаховая. Руки на плечи. Правую ногу ставим на носок. Поднимаем правое колено. На восемь счетов позы дельфина или пинча майюрасана. С левой ноги. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Опускаем ноги. Отдыхаем в ребенке. Два-три дыхания. И снова ложимся на живот. Тханурасана. Поза лука. Руки перед грудью. Приподнимаем грудную клетку. Тянем пол на себя. Сгибаем колени. Хват за стопы. Разгибание тазобедренных бедра выше. Грудь выше. Внимание. Вперед. Один. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Лук на ладошке. Буквально один вдох, один выдох. И уртхатханурасана. Поза моста. Если вы уверенно чувствуете себя в прогибах, хорошо заходит вам поза мостика уртхатханурасана, и вы, в принципе, неплохо ощущаете себя в позе верблюда. В общем, это все про разгибание позвоночника. Можно сделать переход в мостик из позы верблюда. Если пока что вы к этому не готовы, вы просто делаете свой вариант, и даже можно ограничиться обычным полумостиком подъемом таза из положения лежа на спине. Вариант, когда мы переходим из позы верблюда, мы встаем на колени, оставляя стопы на носочках. Наша задача, мы можем повторно повторить уштхатхану, почувствовать, что здесь все хорошо, все нормально. И наша задача уводить руки за голову, одновременно толкая таз вперед, чтобы не допустить падения внезапного назад на спину, на голову. И только в том случае, когда прогиб позволяет увидеть глазами пол, куда будут опускаться руки, мы руки опускаем на пол и одновременно с этим поднимаем колени от пола, перекатываясь на всю стопу. И таким образом оказываемся в мостике. Можно попробовать, но если в том случае, ну вот, вы делаете попытку и не видите полом, страшно прогнуться, страшно сделать разгибание в шее, тогда лучше не надо на ощупь выходить в эту стойку, ну, достаточно опасной, чревато травмой. Лучше в этом случае сделать доступный для себя вариант. Но, тем не менее, я считаю необходимым показывать, по крайней мере, вы можете дойти до точки невозврата. Итак, задача ног толкать таз, задача рук тянуться за голову. И задача нашего сознания не терять при этом дыхание и контроля за тем, что происходит. И вот где-то на этой точке я увидела пол, и в принципе уже можно двигаться дальше в выход непосредственно в асану. И одновременно с тем, как опустились лодышки, я подняла колени. И вот я уже в мостике. И фиксация в мосту, 8 счетов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, аккуратненько ложимся, прижимаем бедра к животу по ванну к тазу, раскрепощаем поясницу, можно немножечко покататься сбоку на бок, усилить растяжку пояснично-крестцовой зоне, а нам на волосы на позу счастливого ребенка. Перехватываем стопы за внешние стороны и также поочеренно дотягиваем то правое, то левое колено к полу, перекатываясь по пояснице, то вправо, то влево. Оставляем захват руками за стопы, соединяем ноги и уводим их за голову халасана. Если нет возможности сегодня делать это положение, мы остаемся вот так, в субтабах с чематанасами, то есть у нас таз чуть приподнялся от пола, но еще пока не вышел над плечами, это не переверненная поза, это поза субта, поза для расслабления, вот можно вместо халасана сделать ее, если например шея не дает сделать полный выход или еще какие-то ограничения присутствуют. В полном варианте мы выводим таз над плечами, стопы дотягиваем до пола, остаемся буквально на несколько дыханий, докомпенсируем свой прогиб в мостике, в позе лука, и в принципе вот это сгибание таким же образом, как давление ладошками на глаза, очень хорошо включает парасимпатическую нервную систему. Мы уже практически завершили нашу практику, нашу последовательность и будем плавненько переходить в шамбасану, раскручиваем позвоночник, вытягиваем ноги, руки вдоль тела, устраиваемся поудобнее и расслабляемся. На этом на сегодня все, благодарю вас за занятие, не забывайте подписываться, рекомендовать мои уроки, хорошего вам дня, недели, намасте.